Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вот и еще один год подошел к концу, и мы по традиции предоставляем вам рейтинг лучших индикаторов за 2023 год. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. В этом году мы решили не добавлять в ТОП-5 лучших индикаторов года лидера рейтингов прошлых лет индикатор WinProfit 80. Он актуален и эффективен и на текущий момент, показывает стабильные и отличные результаты. А мы для вас предоставляем альтернативный рейтинг ТОП-5 лучших индикаторов 2023 года. Если вы торгуете у брокера Pocket Option, то смотрите это видео особенно внимательно. В нем будут спрятаны промокоды с бонусами. За год на нашем сайте было размещено много интересных индикаторов с разной степенью эффективности и удобства для торговли бинарными опционами. По вашим отзывам и комментариям на сайте мы отобрали 5 лучших индикаторов и провели их тестирование в течение месяца. По результатам тестирования мы составили рейтинг ТОП-5 лучших индикаторов 2023 года. В этом обзоре мы даем краткое описание каждого индикатора. А если кто пожелает познакомиться подробнее с каждым из них, то в описании к этому видео ищите ссылки на статьи и обучающее видео на нашем канале по каждому индикатору отдельно. Итак, пятое место в нашем рейтинге ТОП-индикаторов занимает сигнальный индикатор для бинарных опционов DSR Levels, который определяет на графике 9 ключевых уровней, от которых наиболее вероятен отскок цены. Это 8 уровней поддержки и сопротивления синего и зеленого оттенка, а также дополнительный уровень Pivot красного цвета. Также на графике индикатор выводит вспомогательные стрелочные сигналы, которые дают дополнительные сведения о поведении цены при касании любого из уровней и подсказку о направлении сделки. Стрелочный сигнал появляется только в момент закрытия свечи и не перерисовывается ни при каких обстоятельствах. И для покупки опциона Call необходимо, первое, основной тренд восходящий, второе, на только что закрытой свече появился сигнал стрелка вверх, третье, новая свеча открылась выше уровня, от которого цена отбилась вверх на предыдущей свече. Сразу же на открытии этой свечи, следующей за свечой со стрелочным сигналом, можно покупать Call Option. Таймфрейм следует всегда выбирать M5 и выше, а экспирацию 5 свечей. Для покупки PUT опциона необходимо, первое, основной тренд нисходящий, второе, на только что закрытой свече появилась стрелка вниз, Третье, новая свеча открылась ниже уровня, от которого цена отбилась вниз на предыдущей свече. Сразу же на открытии этой свечи можно покупать PUT опцион. Тестирование данного индикатора в течение месяца на трех разных таймфреймах показало следующие результаты. 30-минутный график принес 55 сигналов, 31 из которых закрылись в плюс и 24 в минус, что по итогу составило 56% прибыльных сделок. На 15-минутном таймфрейме было получено 56 сигналов, 35 из которых закрылись в плюс и 21 в минус, что составило по итогу 63% прибыльных сделок. 5-минутный таймфрейм дал 130 сигналов, 85 из которых закрылись в плюс и 45 в минус, итог составил 65% прибыльных сделок. На четвертом месте в рейтинге оказался сигнальный индикатор для бинарных опционов SIS Doge Rev, который дает очень простые торговые рекомендации в виде стрелок, поэтому воспользоваться им без труда смогут даже самые неопытные трейдеры. Главной функцией индикатора SIS Doge Rev является поиск на графике свечного паттерна, разворот Doge, и лучше всего его применять в торговле бинарными опционами по тренду. В этом случае индикатор будет сигнализировать о вероятности завершения краткосрочного отката цены против тренда, и использование именно таких сигналов будет наиболее эффективным. И правила торговли для покупки колл опциона будут следующие. Первое. На рынке восходящий тренд. Второе. Появился зеленый сигнал, стрелки вверх. На открытии следующей свечи можно покупать колл опцион с экспирацией 3 свечи. Для покупки пут опциона необходимо первое. На рынке нисходящий тренд. Второе. Появился красный сигнал, стрелки вниз. На открытии следующей свечи можно покупать пут опцион. Этот индикатор тестировался в течение месяца, и часовой график показал 45 сигналов, 29 из которых закрылись в плюс и 16 в минус, что по итогу составило 64% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм показал 61 сигнал, 38 из которых закрылись в плюс и 23 в минус. Итог составил 62% прибыльных сделок. 15-минутный таймфрейм принес 51 сигнал, 32 из которых закрылись в плюс и 19 в минус, что по итогу составило 63% прибыльных сделок. В тройке лидеров на третьем месте вошел сигнальный и очень простой в использовании индикатор Binlex, который был разработан специально для торговли бинарными опционами. Его сигналы появляются достаточно редко, но использование индикатора на нескольких активах одновременно позволяет получить достаточное количество торговых рекомендаций. Индикатор Binlex дает два типа торговых сигналов. Основной стрелочный, отображающийся в подвальной панели, и подтверждающий сигнал в виде прямоугольников красного и зеленого цвета на графике. По сути, правила торговли бинарными опционами по индикатору Binlex сводятся к двум простейшим условиям. Для покупки колл опциона необходимо Первое. Появилась зеленая стрелка вверх в подвальной панели. Второе. Свеча, на которой появился сигнал, выделена зеленым прямоугольником на графике. Таймфрейм используем M5 и выше. Экспирация – три свечи. Для покупки ПУД опциона необходимо Первое. Появилась красная стрелка вниз в подвальной панели. Второе. Свеча, на которой появился сигнал, выделена красным прямоугольником на графике. Тестирование индикатора Binlex в течение месяца принесло неплохие результаты. И на часовом графике было получено 28 сигналов, 19 из которых закрылись в плюс и 9 в минус, что по итогу составило 68% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм принес 55 сигналов, 36 из которых закрылись в плюс и 19 в минус. По итогу это составило 65% прибыльных сделок. 15-минутный график дал 63 сигнала, 46 из которых закрылись в плюс и 17 в минус. И по итогу это составило 73% прибыльных сделок. Второе место в нашем рейтинге занимает трендовый индикатор Premium Xtrend, который может применяться на рынке Forex, но с максимальной эффективностью его используют в торговле бинарными опционами. Его сигналы на покупку колл и пут опционов чередуются согласно основному тренду актива, а наиболее подходящий момент для покупки опциона определяется вспомогательным каналом, который служит уровнем поддержки или сопротивления. Подробно прочитать о том, как этот индикатор работает при торговле на рынке Forex, вы можете в статье-обзоре на нашем сайте по ссылке в описании к этому видео. А мы рассмотрим правила торговли с помощью Premium Xtrend бинарными опционами. Самым важным показателем этого индикатора являются чередующиеся красные и зеленые каналы. Их цвет идентифицирует текущий тренд, а от ближайшей к цене границы этих каналов можно совершать сделки. И для покупки колл опциона следует дождаться касания ценой верхней границы зеленого канала. Именно в этот момент и следует покупать опцион. Экспирация 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой. Для покупки PUT опциона цена должна коснуться нижней границы красного канала. В этот момент можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи. Тестирование данного индикатора в течение месяца показало следующие результаты. И на часовом графике было получено 33 сигнала, 23 из которых закрылись в плюс и 10 в минус, что по итогу составило 70% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм принес 43 сигнала, 29 из которых закрылись в плюс и 14 в минус. По итогу это составило 67% прибыльных сделок. 15-минутный график дал 44 сигнала, 33 из которых закрылись в плюс и 11 в минус. и по итогу это составило 75% прибыльных сделок. И почетное первое место по праву занимает индикатор для бинарных опционов SVE Bollinger Band MTF, который дает торговые сигналы, основанные на полосах Bollinger и скользящих средних. Использование его крайне просто, и даже неопытные трейдеры смогут без проблем применять основанную на этом индикаторе свою торговую стратегию. Примечательно, что хоть этот индикатор и распространяется бесплатно, в сети нигде нет обзоров, которые полностью раскрывали бы его функционал. Но на нашем сайте мы подробно разбираем этот индикатор и даем скрытые настройки, которые позволяют получать от него сигналы с винрейтом 70-80% для торговли бинарными опционами с короткой экспирацией. Ссылку на статью с обзором и рекомендациями по настройке индикатора ищите в описании под этим видео. Также мы готовим подробный видеообзор по индикатору SVE Bollinger Band MTF со скрытыми настройками для повышения винрейта. Но на нашем канале он выйдет в новом 2024 году, поэтому прямо сейчас подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик для получения всех оповещений, чтобы не пропустить новые и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Иначе торговля ваша может выглядеть вот так. А правила торговли по стратегии SVE Bollinger Band MTF для бинарных опционов очень простые. И для покупки колл опциона должно быть соблюдено всего два условия. Первое. Появилась синяя стрелка вверх. Второе. Свеча, на которой появился сигнал, закрылась. Сразу же на открытии следующей свечи следует купить колл опцион с экспирацией в одну свечу. Таймфрейм можно использовать любой. Для покупки путь опциона необходимо Первое. Появилась розовая стрелка вниз. Второе. Свеча, на которой появился сигнал, закрылась. На открытии следующей свечи можно покупать путь опцион. Тестирование данного индикатора в течение месяца показало следующие результаты. И на часовом графике было получено 49 сигналов, 37 из которых закрылись в плюс и 12 в минус, что по итогу составило 76% прибыльных сделок. 30-минутный таймфрейм принес 61 сигнал, 45 из которых закрылись в плюс и 16 в минус. По итогу это составило 74% прибыльных сделок. 15-минутный график дал 81 сигнал, 61 из которых закрылись в плюс и 20 в минус. И по итогу это составило 75% прибыльных сделок. Если данное видео было для вас интересным и полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, чтобы не пропустить обсуждения самых актуальных обзоров и свежих новостей из сферы торговли бинарными опционами. Переходите на наш сайт и скачивайте индикаторы в ознакомительных целях и тестируйте бесплатно. Желаем успешной торговли в 2024 году! Терминал у нас заряжен на максимальный профит, на жирные бабки. Теперь наша задача посмотреть, что он нам покажет. Проводим анализ. Монетка у нас Аптас, вы видели сами. Теперь выбираем плечо, с которым будем заходить сделку по Аптасу. Это у нас 75-е плечо, но на каких-то биржах есть на Аптасе, 75-е плечо на каких-то нету, поэтому максимальный случаев не будет. И самое главное, лонг или шорт. Но тут важный момент, обязательно прочитайте инструкцию, чтобы в вашем случае терминал отработал так, как надо. Лонг. Итак, мы лонгуем с максимальным плечом монетку Аптас. Не нашли и не успели активировать промокоды с бонусами? Пересмотрите видео еще раз, а также переходите на наш сайт по ссылкам в описании и находите еще больше бонусов для брокеров. Продолжение следует...